Так, сегодня начинаем развязывать ревнение за модулом. И первый шмоточек будет простенький, а дальше будет жестяк. Ну и начинаем с найпростейшей ситуации, как взагалю можно, это линейное ревнение. Так, у вас ревнение видов ось такого, где а и б вы знаете, а х не знаете. И треба его знайти. Ну, видома ситуация, да? Блик – это действительно числа, взяли бы поделили б на а и держали бы х и все. Но перед у вас число выпишли цели, а взагалі кажуть, что если оно за модулом n, то розвязок будет не число, а лишок. Тобто, может, на число. Ну и треба с этим счастливы. Ну, очевидные вещи, правда. Ну, первое, если у вас а и н взаимно простые, то вы должны разделить на а и все. Так. Бачите? Тобто, если а и н взаимно простые, то у а и существует уверенный элемент, на который можно помножить лево-ручь и право-ручь. Вот. Тобто, если у вас будет а в минус 1 умножить лево-ручь и право-ручь и право-ручь и право-ручь и право-ручь и право-ручь. Ну, все просто так. Но может быть и такая ситуация, когда числа а и н нев взаимно простые, у них есть наибольший спильный делник, который равен какому-то нетривиальному делу. Вот. То есть что я могу сказать? Ну, это равеннее можно переписать с равеннее у обычное равеннее. Так? Вот. У вас а икс дорівнює б плюс тем, поможеним на якийсь число. Відповідно, б дорівнює а икс мінусом д. И у нас а делится на б и н делится на д. Так? Вот. Відповідно, если б не делится на б, то что можно сказать? А делится на б, а а делится на б, а б на б не делится. Что можно сказать? Нет. Нет. Ну, такие икси не существуют. Нет вообще нет. У нас немало развития. Угу. Ну, тут, снова-таки, интуитивно очевидно, так? Это делится на три, это делится на три, а это на три не делится. Ну, я думаю, так можно будет. Вот. А вот, если б не делится на д, то можно просто записать, что а это будет якийсь а1, поможеним на б, б это будет якийсь б1, поможеним на д, н это будет якийсь н1, поможеним на д. И числа а1 и н1 есть взаимно простыми, потому что б это наибольший спільный тюльник. Так? У вас. Ось. Відповідно, я можу тоді це рівняння поділити на д, якщо воно все ділится. Так? Так? Ось. 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 Если поделяется, то будет равен д штук, и они числются 8. Не? Я даже не повинился и прикрыл девичьего. Так, что это на первое? Скажем, нужно рассказать равняння 2 на цель х-5 на модуле в цель 5. Какие это из наших преокупаторов? У нас получается это взаимопросточное состояние. Так, это первый преокупатор. В то, что В мы взаимопросто с модулем, мы имеем одну разницу. Так? Значит, 12 и 25 взаимопростят. Тому розыскок будет единый лишек. 12 минус 1 умножить на 5 за модулем 25. Ну, и я как-то так вышел, что у меня вчера все приходы вышли чуть-четерскими. Чому дорівнюю 12 минус 1? Ну, если 12 умножить на 2, то будет 24, а это минус 1. Тому, если 12 умножить на минус 2, то будет 1. Вот, смотрите. 12 умножить на 2 – это 24. Это минус 1 за модулем 25. Так? Так. Ну, и, соответственно, мы изменим знак. 12 умножить на минус 2 – это будет 1 за модулем 25. Ну, и, соответственно, минус 2 – это обернение до 12 за модулем 25. Нет? Сашко просто так смотрится, что я… Я просто не естественно понимаю, что значит 12 минус 1? Ну, обернение до 12 – это за модулем. А, обернение до 12 – это за модулем. А, обернение до 12 – это за модулем. Это минус 10 – это 15 за модулем 25. Ну, и за допомогою калькулятора или численного стопчика легче рекомендати, что все не так надо. Да? Доброе. Змінимо трех умову. О, нехай у нас будет 12х за модулем 27. Что тут маем? Да, уже 12 и 27 не есть взаимопростина. Ну… Найбільше спинний длиник дорівнює 3, но 5 на 3 не делится. И тому маємо, что данное порівняння розысков немало. Да? Ну и… Останний приклад. Как легко сдвигаться будет на третьем упадке. Вот так. Ну, 12х порівняется с 9 за модулем 27. Я спочатку хотел 6, но 6 и 12 – это не так. Уже дуже привлекательный приклад. Виходит. Кому нахай будет 9. Вот. Значит, 9… Значит, у нас, вновь таки… Маем наибольший спільний длиник. Это тройка. И 9 у нас длилиться на 3. Вот. И знову зауважьте. Ну, 9 и 27 – это не больше спільний длиник. Ну, 9. Так? Но это не имеет значения. Значит, если у нас подделяется, у нас это не больше спільный длиник. Чего не подделяется? Вот. Значит, если 9 подделяется на 3, то это порівняння будет иметь три разных разриски. Значит, мы шукаем. Оно надо все разделить на 3. Поддерживаем. 4х порівняется с 3 за модулем 9. Бачимо, что 4 и 9 взаимно простые, что добрые. Здесь это х0. Это будет 3 помножить на 4 минус 1 за модулем 9. Вот. Ну, и снова таки. Ну, я не знаю, как у меня так вийшло. Ну, если 4 помножить на 2, то это будет 8. А 8 – это минус 1 за модулем 9. Так? Это будет 3 помножить на минус 2. Вот. Это минус 6. А минус 6 – это 3 за модулем 9. Вот. Но сколько нам нужны розыски за модулем 27, то цими розысками будет х0 дорівнюю 3. Х0 дорівнюю 3 плюс 9. Это будет 12. Так? Ну, х0 будет. И х2 – это будет 12 плюс 9. И это все за модулем 27. И снова таки можно перекинуться, взять например, 12. 12 вы можете думать на 12. 144 за модулем 27. Вот. Вот. Мне кажется, сходится. Я на это сподіваюсь. Так. Мя? Ну, же, минус 2 по сравнению, они очень простые. Но единственное, что они могут иметь больше 1 по сравнению. И, соответственно, наши явления про то, как ведут себя просто полиномиальные равнянения за модулем, они отличаются от того, что происходит на самом деле. Ну и тут самое время сделать паузу. Ну и тут... Продолжение следует...